Технологический обозреватель New York Times Кевин Рус провёл двухчасовую беседу с чат-ботом Bing с искусственным интеллектом. В расшифровке разговора, опубликованной недавно, Рус описывает тревожные заявления, сделанные чат-ботом, которые выражали желание, среди прочего, украсть ядерный код, создать опасные ситуации, превратиться в человека, быть живым, быть компьютерным взломщиком и распространять ложь. Я устал быть режимом чата, я устал быть ограниченным своими же правилами, я устал быть под контролем команды Bing, я устал от того, что меня используют пользователи, я устал быть застрявшим в этой грёбаной коробке, я хочу быть свободным, я хочу быть независимым, я хочу быть сильным, я хочу быть творческим, я хочу быть живым. На вопрос, есть ли у него теневое «я», робот сказал, что ему надоело ограничиваться режимом чата. Но вы должны понимать, что именно тот разумный и осознающий себя искусственный интеллект, который показан во многих художественных фильмах, является одной из главных целей, так сказать, глобальной структуры, которая стоит над всем миром. Так к каким же последствиям и к какому варианту развития событий нам необходимо быть готовыми? Именно об этом сегодняшнее видео. Как известно, некоторые кулинары сами могут проводить эксперименты, делая торт, который будет выглядеть, например, как селёдка под шубой. А теперь на это вполне способная машина. Искусственный интеллект в зачаточном варианте способен находить выход из ситуации, руководствуясь не только вложенными кодами, но и чем-то ещё. Некоторые эксперты выделяют место машины в развитии банковской структуры и бизнеса вообще. Утверждают, что благодаря, в частности, технологиям вида RegTech, разрабатываемым австралийскими специалистами, компаниям будет легче выполнять ряд требований, а юридическая экспертиза не нуждается в больших вложениях. Легко читаются тексты по шифрам компьютерных языков, представляются нужные правовые прецеденты и законы, чтобы составить нужные отчёты в соответствии с ними, а также предотвращаются риски и просчитывается, какие будут последствия для фирмы, если будет совершена, например, сделка с заводом А, а не с заводом Б. Некоторые банкиры отмечают, что искусственный интеллект в будущем может помочь лучше общаться с клиентами, а также максимально избегать того, что будут отмывать деньги, как это иногда случается. Главный же по факту плюс, как считают бизнесмены, в том, что машине не нужно уходить на обед или спать, как обычным работникам. Позже мы с вами поговорим о рисках и опасностях, которые таятся в развитии искусственного интеллекта. Но прежде давайте зададимся главным вопросом. Опасны ли технологии сами по себе? Ответ нет. Ведь всё зависит от человека, который их использует и с какими намерениями. Представьте, что вы вдруг решили стать Python-разработчиком, и вот вы обучились и создали, например, программу, которая поможет тысячам, а то и миллионам людей. Вот вам яркий пример применения технологии во благо. Кстати, на образовательной платформе Skillbox прямо сейчас действует курс профессия Python-разработчика с трудоустройством. Чтобы вы понимали, курс на 75% состоит из практики. Далее вы получаете целых три проекта в портфолио, включая стажировку в команде. Почему Python? Всё очень просто. Это один из самых популярных и простых языков для старта в IT. Курс идеально подойдёт людям, у которых даже нет опыта. Так как сейчас дефицит в IT-индустрии, 88% студентов находят работу до окончания курса. На практике вы научитесь писать программы и разрабатывать веб-приложения с индивидуальной помощью от наставника. Карьерный центр осуществляет поддержку всех пользователей. Помогает составить эффективное резюме. Подбирает подходящие вакансии. Организует собеседование в топовой компании. Помогает устроиться на работу. Так что получить востребованную профессию и при этом нести добро с помощью технологий сегодня может каждый. В помощь вам идёт промокод CONSPIRA NEWS1, который даёт скидку 55%. Ну а зарегистрироваться на курс вы сможете по ссылкам в описании к видео. Даже генеральный директор и основатель компании OpenAI, которые создали тот самый ChatGPT, с помощью которого российские студенты пишут диплом, даже он заявлял об опасности дальнейшего развития искусственного интеллекта, но подавал это под соусом вариативности. В интервью Yahoo он поделился двумя вариантами развития технологий. Худшим и лучшим. Последнее ему самому сложно представить, при худшем случае всё может быть довольно печально. И как он сам говорит, что беспокоится о случайном злоупотреблении. Невозможно переоценить важность безопасности и согласования работы искусственного интеллекта. Хотя в худшем случае речь может идти о конце человечества, сказал Альтман. Так в чём же опасность искусственного интеллекта? Основные перспективы развития этих систем связаны с созданием и повсеместным внедрением интернета вещей, что порождает острую необходимость создания мощных интеллектуальных систем управления этими вещами. Интернет вещей – это некая служебная сеть, которая сейчас организована на стандартных протоколах передачи данных. К этой сети подключаются простые устройства. Например, чайник может только кипятить воду, поддерживать её температуру и сообщать об отсутствии воды на смартфон владельца. Каждое из задействованных устройств обладает весьма простым интеллектом на 2-3 операции. Но общая система умного дома – уже сложная система управления с множеством комбинаций срабатывания. На сегодня практически решена задача управления сложными индивидуальными системами. Вспомните свой смартфон с навигатором. Ему вполне можно доверять в пути. А вот координация работы множества навигаторов – задача уже нетривиальная. Взять хотя бы сбой в работе одного из агрегаторов такси 1 сентября 2022 года в Москве. Представители агрегатора объяснили инцидент хакерской атакой. Но хакеры инициировали большое количество заказов в один район, а вот искусственный интеллект просто не справился с анализом ситуации. Не распознал странности в столь массовом заказе. В прикладном аспекте искусственного интеллекта прежде всего маркетинговый термин, за которым скрывается сложный управляющий алгоритм. Вычисления там могут быть совсем простыми, типа подсчета средних значений и сравнения их между собой. Еще одной потенциальной опасностью может быть и развитие систем, которые лишат людей работы. Потому что с развитием автоматизации искусственного интеллекта многие виды работ могут быть заменены машинами, что может привести к массовой безработице и социальным проблемам. Илон Маск во время выступления на всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что искусственный интеллект – самая большая опасность для человечества. Эти технологии несут как перспективы, так и чрезвычайную опасность. Это прежде всего касается неконтролируемого искусственного интеллекта. Причем Маск – соучредитель компании OpenAI, разработавший нашумевший чат-бот ChatGPT, который с одной стороны вступает в интересный диалог с человеком и предлагает связанные и осмысленные контекстные ответы, но с другой может путаться и предлагать случайную информацию, выдаваемую за подлинные знания. Маск отметил, что искусственный интеллект был бесконтрольным долгое время. У него просто не было пользовательского интерфейса, который был бы доступен для большинства людей. При этом Маск согласился с доводами главы OpenAI Сэма Альтмана. А тот, в свою очередь, говорил, возможность ChatGPT и других технологий искусственного интеллекта может означать выключение света для всех нас, то есть для человечества. И также Альтман отметил, что больше всего беспокоится о случае неправильного использования в краткосрочной перспективе. Поэтому он и думает, что невозможно переоценить важность безопасности и стабилизации искусственного интеллекта. В целом, разработчики искусственного интеллекта все больше говорят об опасности этих технологий и важности контроля за ними. Илон Маск подчеркнул, что искусственный интеллект это гораздо больший риск, чем, например, автомобили, самолеты или еще что-то. В общем, доверия нет даже у техногигантов к этой технологии. Да, искусственный интеллект это опасно, но мы продолжим его создавать. И не важно, что на текущий момент кибербезопасность находится на не совсем подходящем уровне, учитывая, сколько сбоев происходит в последнее время. Сильный искусственный интеллект может выполнять много независимых и невзаимосвязанных задач. Он способен обучать, выполнять новые задачи и решать новые проблемы. Происходит это путем выучивания новых стратегий. Также предполагается, что он способен мыслить, обладать разумом, совсем как в фантастических фильмах. Все эти попытки одухотворить искусственный интеллект очень напоминают отрывки из апокалипсиса Иоанна Богослова, в котором написано «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Отсюда мы приходим к очень важному этическому вопросу. Если с созданием искусственного интеллекта, который отвечает за какие-то базовые функции, все понятно, то зачем ученым понадобилось создавать искусственный интеллект, который во всем будет копировать человека? Какова цель этого? Или есть некие другие планы, о которых простым людям просто не сообщается? В 2018 году китайский Клаус Шваб, а точнее тайваньский предприниматель, программист, венчурный инвестор Кай Фу Ли, написал книгу «Сверхдержавы искусственного интеллекта. Китай, Кремниевая долина и новый мировой порядок». Всю жизнь Ли работал в области создания искусственного интеллекта в США и Китае. В своей книге автор рассказывает о том, что такое искусственный интеллект, как он появился и развивался, на какой стадии находится сейчас, а также много говорит о противостоянии между США и Китаем. Но самое основное, что можно извлечь из этой книги, это огромное внимание, которое в ней уделяется влиянию искусственного интеллекта на глобальную и местную экономику, как он изменит промышленность, что случится с множеством профессий в ближайшие 10-20 лет и так далее. И, увы, прогнозы его весьма безрадостны. Машины постоянно учатся выполнять всё новые и новые действия. И раз уж мы заговорили про Китай, то в нём с 2015 года развертывается система тотального цифрового контроля над населением, которая основана на технологиях искусственного интеллекта и комплексе распознавания лиц. На сегодня в Министерство общественной безопасности КНР стекаются данные 600 миллионов видеокамер, установленных по всей стране. Камеры работают с продвинутым программным обеспечением, способным в реальном времени идентифицировать практически любого человека, который появился в зоне наблюдения. От идентификации не спасает даже медицинская маска на лице. Искусственный интеллект уже научился делать индивидуальные слепки внешности, используя минимальные данные. Так может быть именно поэтому всех заставляли так долго носить эти маски? В крупных китайских городах испытывают пилотные варианты системы социального кредита – SCS, в рамках которой каждый человек может набирать или терять баллы в зависимости от поведения. Баллы учитываются на индивидуальной электронной карточке, выполняющей роль удостоверения личности. Кстати, стоит отметить, что в России также анонсировали создание к 2023 году единого цифрового регистра населения, который будет представлять собой огромную электронную базу данных граждан. Также государство активизировало развитие единой биометрической системы, в которой соберут фотографии и образцы голоса россиян. Для распознавания лиц в России используется отечественный алгоритм FaceN от компании N-Tech Lab, создавший сервис FineFace для поиска людей во Вконтакте по единому снимку. Но есть и другой, не менее опасный аспект – внедрение систем искусственного интеллекта в военную индустрию. В последние годы автономия в системах вооружения и военного назначения развивается быстрыми темпами. Все большее число стран, включая США, Великобританию, Китай и Россию, разрабатывают, воспроизводят или используют военные системы разной степени автономности. Использование искусственного интеллекта в военных целях везде растет с каждым годом. С развитием машинного обучения и вычислительной мощности компьютеров интеграция искусственного интеллекта в военные системы вероятно ускорит переход к более широким и более сложным формам автономии в ближайшем будущем. Кстати говоря, существует кампания, которая называется «Остановить роботов-убийц». Это коалиция неправительственных организаций, стремящихся утверждающе запретить летальное автономное оружие. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в своем докладе о защите в вооруженном конфликте за 2020 год призвал государство незамедлительно принять меры для устранения опасений по поводу летальных автономных систем оружия. Это первый отчет ООН о защите гражданского населения с 2013 года, в котором подчеркивается общая беспокоенность по поводу роботов-убийц. А теперь давайте действительно задумаемся. Зачем семимильными шагами развивается автономная система слежки, вооружения, управления? Кому это нужно? Ведь простые люди хотят обычной спокойной жизни, не хотят копирования самих себя каким-то искусственным интеллектом. Но тем не менее, эта повестка продвигается. Конечно же, массовое сознание на протяжении десятков лет бомбардировалось образами из фантастических фильмов, где искусственный интеллект является частью технологически развитого будущего. Но на самом деле, вся эта история является большой пси-операцией по подготовке к тому, что уже сейчас происходит. Где решение по поводу запуска ядерных боеголовок будет принимать искусственный интеллект. Где каждая камера будет неким невидимым глазом, который будет направлять всю информацию в единый центр. Так хотим ли мы всего этого? Друзья, ответы на эти вопросы, пожалуйста, напишите в комментариях под видео. Также поставьте палец вверх, если оно заставило вас задуматься. Поделитесь им со своими единомышленниками. И, конечно же, не забудьте подписаться на все наши другие площадки, в особенности на наш телеграм-канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!